теперь я вас еще раз знакомлю с этой дабы вот вы знаете вот смотрите вот у меня ирина Санна я дочкой называю да и Олю Кладенкова дочкой называю и Мирославу Питера тоже дочкой называю вот видите какие у меня дочки давайте посмотрим что это не того потому что это в какой-то степени и для меня честь что такие прекрасные дамы так сказать уважают меня и не оставляют внимания самое главное не меня а садоводства вот это вот так ее последнее письмо мы еще не цитировали смотрите у человека высшее образование биолог как там еще говорят эколог или еще есть слово такое ландшафтный дизайнер в общем все в одном плаконе так вот смотрим дальше я с таким удовольствием восхищением смотрю на ваш сад на ваши видео вот я сам не верю сейчас ущипну себя там родненько растут серьезно какая красота и вкуснота хотелось с вами поделиться вот есть с бабушкиным в старом саду поднижем ногу яблони 68 лет сливы уже наросли и новые деревья поросли и очень вкусно плодоносит активно никто не трогает десятилетиями не режет не скобрит не удобряет помните ту несчастную грушу с этими толстыми ветками на своего горя были расположены ниже полуметра метра вот то есть оказывается человек с высшим образованием профессиональный на нашей стороне вот так вот поняли да вот это просто знаете в ютубе чего только нет я взял вот так вот прям с экрана и сфотографировал обрезка 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 вот и я не могу мимо пройти еще будет не раз потому что как надеюсь ну там ну предпоследний было 800 просмотров последний смотрел кажется намного меньше вебинар в этот вебинар повезет 500 человек потом мой брат разделит на темы и еще они попадут опять в ютуб уже кусочком и по 5-10 минут это еще просмотры и потом попадет еще в яндекс там тоже просмотры вот поэтому есть какая-то надежда что научим только я не оговорился я ошибся научим одного из ста пока мы научили одного из тысяч а остальные все это ну у них просмотров десятки сотен тысяч это как я уже все скоро скорее бы забыть эту промилу сейчас сейчас третий миллион учит вот хорошо что я был бы полу из памяти их ночью вспомнят третий миллион учит убивать деревья вот и получается что я пытаюсь рассуждать а как вот смотрите у людей очень часто много калечат если откупился то искалечил человека то даже в тюрьму не попадешь вот подумаешь искалечил человека если все таки попал то это сами понимаете ну по крайней мере есть законы которые человека защищают хотя бы на бумаге есть законы защиты животных по моему ну а по сути собак касается да вот тоже а растениями делай все что хочешь и понравился уничтожил так и вот получается если бы воврем был бы это я извините что разговаривался это очень важно сейчас началась великая в общем получилось так есть такое понятие точка невозврата есть такое понятие сколько можно сколько угодно нажать на революер на курок вот целиться еще давить давить и вот когда он выстрелит пуля уже сейчас случилось так значит по всей планете было уничтожено гигантское количество деревьев которые регулировали хлеб может быть те кто как то получается вот министры там высший руководитель стран всех стран практически они не знают что климат регулируют деревья можно было бы когда-то сто лет назад там ну начали угля еще не было топили печи топили это все постепенно прибирали к рукам весь лес лес отходил на десять километров от города на двадцать тридцать вот ну более похватились перешли на уголь и так далее вот но остановиться не могли все равно так и к этому добавилось еще человеческое распутство когда а вот созгите листья и вот еще тысяча пожаров электропожары страшно сейчас по телевизору показывают столько ведь это надо просто если вы сегодня увидели один пожар в Сицилии да вот страшно горит а я увидел в Якутии и так далее тут же рядом дикие намоднения тут же рядом засуха в Западной Европе там вообще ничего уже не растет да и тут же рядом смертельная для людей потопы города превратились в реки и трупы плывут вот это вот а осознать невозможно и вот мы на грани то есть если уже спусковой крючок пришел движение пружина все то уже действительно поздно а потом я скажу что будет страшное голод само собой и миграция миграция вот потом если ты вот у меня это я не скрываю я вооружен до зубов придется отбиваться от тех кто захочет кусок хлеба у моих внуков отец и вот так вот есть ли возможность как-то спастись от этого то есть возврат все таки совершить представим себе что вот Алексей Иванович извини что на язык мне попал ну ты умнейший человек ты меня поймешь и все таки хорошо бы чтобы наш человек там оказался представим себе что это делается в виде заранее продуманного есть такое выражение экспром должен быть хорошо подготовлен поняли смысл да изоборский язык вот и кто-то выступает лучше конечно президент потому что кого еще послушать а им же надо дать команду команду фаси тогда все наладится тут уж конечно ни одного костра уже не будет 10 лет тюрьмы если только поджег эту же траву которую вот учат поджигать даже не думая об этом вот но это пол беды сейчас уже бывает что уже и поджигать нечего уже лесов то почти нет и так гигантская государственная программа когда каждый человек должен прикинули тысячу деревьев за год посадить например весной не один-два чтобы это за это память там о 27 миллионах погибших в действующую войну еще и научить потому что они то посадят они все равно уже посадили может даже полили а больше к нему не подошли а по всей стране и засуха дика утверждаю большинство деревьев посадят давно мертвы но нам нужно не 27 миллионов а 27 миллиардов ну я так образно то есть каждый должен посадить по тысяче как подлесок у которого нет шансов я бы сделал фотографию вы увидели на одном гектаре десятки тысяч на каждом гектаре подлеска выкапывай увози выкапывай никого не спрашивай не спрашивай вот вот и садить везде где только можно ну хорошо на дачах участках пусть все таки яблони груши сливы пусть но все вокруг все должно быть засажено ни одного пустыря ничего и вот это такая и если удастся за несколько лет всей планеты а то помните эти парниковые газы парниковый эффект значит идет потепление гимны первые пошел дождь на это первое за тысячи лет пошел дождь в Гренландии вот знаете как хорошо тает когда дождь идет и вот получится что получится что несколько лет все зазеленеет всей планеты и начнет уже по мере этого если еще будем живы если успеем успеть все надо возможно уже не успели опять вернуть все да не обязательно город остался городом сколько там скверов в этом городе везде полно вы бы видели поселок червушки вот посреди могучего леса сто летнего красоты неописуемой я вот сфотографировал забываю показать вот поняли о чем решили ну для этого государственного где его взять а Алексей Иванович мы тоже все пропадем нам от этого не спастись вот высказался ну и дальше я пишу раз мы заговорили вот про эту дурь про эту видите обрезка 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 исключение при посадке пол кроны вдолой санитарное но не полное оставляйте вот такие сучки вот тогда она не будет вредить а так хотя бы ну придаст такое а то некоторые деревья ради так и пишут в эстетических целях режут деревья но они придают ему такую форму да еще чтобы она пронизовала солнце при этом дерево гибнет потому что оно все искалечено ради вот этой временной вот этой а еще страшнее когда это я вам покажу когда вы делаете уже показывал делаю эту чашу на заготовку членков ну а куда деваться и омолаживающую про омолаживающую глупость я покажу ниже и омолаживающую а и омолаживающую надежную